Серед постойной напруги, нехай спорт подтримает тебя! Здравствуйте, друзья! Посмотрите на это талантище! Ксения Шойгу презентовала первую в России книгу по истории триатлона. Дочь министра обороны возглавляет федерацию этого вида спорта и стала соавтором издания. Дочь министра обороны, которой никогда не служил, написала книгу о триатлоне. Которым никогда не занималась. Вся в батю, вся в отца. Главная идея рассказать, как появился триатлон в России, что это за спорт и кто стоял у его истоков. О чем бы написать книгу, а? Что вообще интересует россиян? Может, как остановить инфляцию, рост цен? Может, как избавить страну от вороватых чиновников? Нет, это все не то. Напишу-ка я, как появился триатлон. Раньше, к примеру, считалось, что в Советском Союзе триатлон стартовал в Эстонии. На самом же деле первые соревнования прошли в Литве в 1983 году. Сколько-сколько? 3200 рублей. Эта пенсия получается 12 тысяч. Зарплата учителя в школе 14. Ну, удачи тебе, Ксения. Там огромное количество разных фотографий, фотоархивов молодых людей, которые стремятся, которые создавали айронмен, которые начинали заниматься триатлонами, которые создавали триатлон в России, которые финишировали, стартовали. И над чем они ехали, в чем они бегали. Ксения, а ты шторы открой, на улицу посмотри, в чем там люди ходят, что они едят, какие продукты могут себе позволить. Удивления будет не меньше. Что же касается составителей книги, в дальнейшем они планируют создание музея или документального фильма о триатлоне. А книгу «Сколько я и мой папа на оборонке украли» такое случайное не планируете издавать, нет? Три слова, которые наиболее точно тебя характеризуют. Ну, не знаю, наверное, я добрая, я умею мечтать. Я, папина, дочка. Три слова, что тут думать? Тебе нужно провести один год не в России. Куда поедешь? Никуда. Вообще? Вообще. Ну, может быть, куда-нибудь? Нет. Я никуда отсюда не уеду. Никогда? Никогда. А папке передачу в Гагу носить? Что, не собирается, нет? Триатлон – это каста единомышленников и нетворкинг. В него сама Ксения пришла довольно поздно. Ей было 27 лет. И уверена, это идеальный спорт. Он для упрямых и терпеливых людей. А еще для красивых. Если триатлон – спорт для красивых людей, то что в нем делает Ксения Шойгу? В триатлоне ты прокачиваешь целеустремленность. Представьте себе, что вы уже 4,5 часа что-то делаете, а вам еще полумарафон бежать. А представляешь, Ксения, пенсионеры, чтобы выжить, по 12 часов в день посуду моют, чтобы тысячу рублей заработать. Как-то я работала, понимаете, а сейчас я просто старость, у меня 68 лет, работать ищу. Вот вчера посуду мыла 12 часов, тысячу заплатили. Понятно. Домой еле-еле приползла, но зато тысячу заработала. Как тебе такой морфон, Ксения? Попробуешь повторить? Теперь она хочет сделать триатлон народным видом спорта. Народный вид спорта в Путинской России – это выживание. Онкологию не заработать на продуктах из пальмового масла. Руки-ноги не поломать из-за непочищенных тротуаров. И после паленой водки живым проснуться. Вот и весь триатлон. А помогает ей в этом Алексей Столяров, в прошлом легкоатлет-спринтер, бодибилдер, а теперь блогер и амбассадор. Судя по пузу, бодибилдер из Алексея, примерно такой же, как и с Ксенией, триатлонист. Сейчас они собираются открывать детские спортивные школы триатлона и готовить тренеров по этому виду спорта, потому что таких до сих пор у нас просто нет. А на какие, интересно, бабки собирается Ксения открывать эти школы? На те, что украдены на жилье для военных? Или на те, что распилены на перевооружении армии? А главной задачей, как руководителя федерации, Ксения Шойгу видит как минимум подготовку сборной к летним играм в Париже в 2024 году, а как максимум создать систему, которая будет приносить нашей стране медали и радость всем любителям спорта. Ничто так не вернет радость любителям спорта, как очищение страны от коррупционеров и их детишек. И мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада. Просто констатация того, что... Просто констатация того, что я прибухнул, почувствовал себя смелым и пока меня окончательно не отпустило, сел поскорее записывать интервью. На самом деле происходило. Вот нам сейчас грозят адскими санкциями. Ну, я не знаю, что это такое. Да нет, Дима, все это хорошо знаешь. Смотрите, как ему лицо перекосило. Помню зато хорошо слова моего коллеги Барака Обамы. Российская экономика разорвана в клочья. Ну, чего говорить? Где сейчас Обама? На пенсии. На пенсии Обама попробовал отшутиться Медведев с перекошенным лицом. Знаете, я вообще себе представлял, что Дмитрий Медведев, такой богатый, такой влиятельный, имеющий такие связи, он просто живет и наслаждается жизнью. А передо мной какой-то задерганный, спившийся, заснувший в солярии алкаш. Казалось бы, у человека есть все. Бабки, дворцы, виноградники. Работать до конца жизни не надо. Живи себе, кайфуй. Он похож на человека, который чувствует неизбежный конец и спивается, чтобы хоть как-то на время отогнать от себя темные мысли. Какое-то вот неминуемое ощущение тревоги у него на лице. И чтобы справиться с этой тревогой, по-моему, вот поэтому он и пьет. Как вы думаете, что так тревожит Дмитрия Медведева? Приближающийся конец режима или страх ответить за воровство и коррупцию? Он нам подскажет Юрий Швец. Америка запросто может отрезать Россию от мирового рынка долларов. О чем речь? Любые транзакции, где угодно в мире, любых компаний, они в конце концов делают клиринг, то есть они проходят и утверждаются через американскую финансовую систему. И американцы с территории Соединенных Штатов могут сделать так, что никакие транзакции, обмены рублей на доллары для России, для физических лиц, физических лиц, каждого гражданина Российской Федерации, на территории Российской Федерации, компаний, государственных учреждений, чтобы они были запрещены. То есть только решением президентов Соединенных Штатов Россия может быть отрезана от мирового финансового рынка. Первое. Второе. Значит, свифт. Тут тоже много было разговоров, что кто-то там против Европы. Европейский Центральный Банк уже обратился сегодня к европейским организациям, компаниям, которые работают на территории Российской Федерации, с просьбой разъяснить, как они собираются работать и совершать транзакции в случае, когда Россия будет отключена от свифта. То есть идёт уже не то что принципиальное обсуждение, идёт уже детальная проработка процесса отключения России от свифта. Ну и второй, это значит, так сказать, финансовый пакет санкций. А второй – это запрет экспорта в Россию товаров, высокой технологии, которая включает в себя интегральные схемы. Вот что самое страшное для России. Интегральные схемы. А это практически всё. Это те интегральные схемы, которые применяются в военных самолётах, гражданской авиации, на кораблях, на подводных лодках. Короче говоря, российская оборонная промышленность войдёт в ступор. Придётся покупать эти интегральные схемы в развивающихся странах, таких как Индия, например. Но это же включает и бытовые гаджеты, смартфоны, айфоны и так далее. То есть, вот этим Россия будет отброшена в середину 20-го фактически века. И это Соединённые Штаты Америки могут сделать единолично, потому что речь идёт о любых изделиях высоких технологий, которые или произведены в Соединённых Штатах Америки, или произведены в любой стране мира, но были разработаны в США, или же произведены на американском оборудовании, с применением американских технологий, или с применением американскому программу обеспечения. Таким образом, по мнению российских же специалистов рынка высоких технологий, это просто полностью закроет российский рынок от импорта в Россию вот этих соответствующих товаров. И значительно, ну это дипломатическое выражение, значительно затруднит их производство, изготовление на территории Российской Федерации. Ну что, Медведев, если это правда, не будет у тебя новых игрушек, будешь и дальше ходить со своим четвёртым айфоном.